всем привет друзья хочу начать это видео с небольших зарисовок о нашей прогулки по городу в этом году к сожалению она была всего одна где-то неделю назад просто в рабочий день в пять часов вечера мы решили прогуляться и правильно что это сделали несмотря на очень холодную погоду потому что сейчас уже этого сделать нельзя у нас полный как сейчас модно говорить локдаун мне не нравится это слово на полной изоляции нельзя просто так куда-то поехать гулять нас все закрыто за исключением продуктовых магазинов но город вот немного порадовал он очень скромен в этом году в своем праздничном убранстве но нам этого было достаточно мы насладились приятными напитками горячими горячим шоколадом какао было очень вкусно в этом году у нас кстати вместо горячего вина продают еще яблочный сок с добавлением капли рома и со специями это очень вкусно алкоголя не чувствуется вообще очень приятный напиток попробуйте обязательно было очень холодно как я уже сказала вот у дочери на ресничках даже такие как снежинки росинки я пыталась их поймать очень рада что мы выбрались прогуляться что-то говорить и снимать со звуком было практически невозможно потому что замерзали замерзали и руки и нос и я одела свой старый любимый шар в котором я не знаю сколько уже 30 лет наверное но он до сих пор в первозданном виде вот что значит раньше были китайские вещи китайская вещь китайская рознь город по-прежнему безмерно любим и прекрасен но к сожалению вот можно видеть что улицы абсолютно пустые и лишь в небольших оазисах где продают какие-то горячие напитки можно встретить но очень мало небольшое количество небольшое скопление людей многие магазинчики постарались и украсили свои помещения свои двери большинство просто закрыты она некоторых уже висит вывеска сдается в аренду также закрылся мой любимый магазинчик очень жаль конечно но будем надеяться что со временем все восстановится кафе в принципе открыты можно брать что-то на вынос но это все выглядит очень грустно к сожалению потому что народу нет и вот в кафе нас даже не пустили в туалет и вот такая главная елочка в этом году как говорится какой год такая елка таких елок я у нас не помню уже давно обычно это очень роскошные ярмарки и елка всегда много народу музыка все равно с нетерпением ждем новый год и надеемся на то что 2021 год будет все таки более благосклонен такая футуристическая елочка ну во всяком случае не в моем вкусе она можно войти вовнутрь этой елки и там стоит вот такая крохотная елочка украшенную просто фонариками немного прогулялись по заглядывали в окна и поехали домой я уже испекла что лины приглашаю вас сделать это по моему рецепту на канале есть рецепт вверху я оставляю ссылку они очень просто пекутся и они очень вкусные такие ароматные так что сейчас я их запакую и они будут дождаться своего часа они должны вылежаться напитаться всеми ароматами заодно делаю салатик сразу и сбрызгиваю его ароматным маслом на травах один штолен мы режем как правило на католическое рождество и второй потом на наше православное вот такие они красавцы сливочно сахарной корочки обязательно испеките еще есть время аромат по дому стоит просто необыкновенно я вам обещаю вы поднимите себе настроение пересматривала свой прошлогодний влог новогодний захотелось вспомнить чем мы там жили и наткнулась на совсем забытый мной салат который в прошлом году впервые приготовила моя свекровь со свекром я вас приглашаю посмотреть очень классный салатик я уже купила креветки сейчас покажу вам обязательно сделаю мне он очень понравился прям вот достойный такой салат кто любит такие обязательно приготовьте вот надо же год прошел а я так ни разу не собралась его сделать и совсем забыла не купила просто огромные креветки вот теперь смотрю и думаю что может быть для этого салата нужно что-то помельче купить поменьше размером а эти используют для чего-то другого друзья минутка напоминания на моем канале в разделе плейлисты вы найдете два праздничных раздела с новогодними видео прошлых лет но и сейчас они по-прежнему актуальны там вы найдете идеи декора увидите наши роскошные городские елки прежних лет праздничные влоги да и просто поднимите себе настроение для нашей семьи зимние праздники традиционных празднования очень семейные поэтому меню кардинально не меняется в плейлисте вы найдете идеи вкусных подарков рецепты тортов и вкуснейшего сдобного пирога по семейному рецепту проверенные годами рецепты печенья бесподобного клюквенный соус к любому мясу идеи подачи закусок и многое многое другое смотрите вдохновляетесь уверенного найдете что-то полезное для себя да и ваше меню наверняка пополнится новыми рецептами сегодня у меня видео обо всем понемногу это мой рабочий стол почти все время проводим дома и нас вот грозятся вообще закрыть по домам и запретить выходить на улицу но кроме как в продуктовый магазин вот развлекая себя как могу поставила эту лампу которую купила в икее а этого крохотного совенка принес мне сын просто так такой хорошенький пушистый посадила его и приятно очень получать что-то от своих детей особенно такое милое когда ребенок увидел и подумала маме правда осенька его приглядела тоже иногда пару раз уже гоняла его по полу мне приходится теперь его немного прятать вот так за горшок с цветком сегодня на ужин обычно мы не ужинаем но сегодня так получилось что рано обедали вот решила сварить тыквенную кашу я обожаю тыквенную кашу именно с рисом тыкву я заранее запекла в духовке сняла потом мякость кожуры стараемся есть больше овощей и фруктов вот здесь у меня хурма и апельсины апельсинки маленькие но они такие сладкие и свити я очень люблю свити это такой сорт грейпфрута но немного другой он очень вкусный такой это знаете что-то между грейпфрутом и помело вот так он выглядит если кто-то не знает у нас он продается только вот в преддверии нового года всегда рождества нового года и обязательно покупая но его нужно полностью очищать и шкурку с долек чтобы не было горечи и также у нас будут вот такие сочни или сочники как некоторых называются но правильно они все-таки называются сочни у меня покупные к сожалению давно уже не пекла сама хотя это очень простая выпечка но у нас вкусные продают пекут сами в пекарне в магазине и цикорий забыла как называется с удовольствием пьем цикорий у нас все любят такой кофейный напиток получается но без кофеина и обязательно много молока ну вот каша моя почти готова рис кстати я сначала немного отвариваю в воде чтобы потом лучше усваивался белок на стакан риса беру 2-3 стакана воды и потом уже добавляю литр молока запеченную в духовке тыкву и варю каплю буквально сахара щепотку соли щедрый кусочек сливочного масла и потом накрываю крышкой выключаю огонь накрываю укутываю так сказать полотенцами и даю еще настояться где-то 15 минут вот в этот раз немного передержала мы любим когда она чуть-чуть жиже но все равно это очень вкусно это пожалуй моя самая любимая каша мы уже нарядили украсили наш дом нашу квартиру каждый вечер зажигаю огни елочка это на кухне стоит просто прекрасно такая на крепкого круга издает аромат ни одной иголочки пока с нее не осыпалась и я даже лилию надежду что может быть все таки она останется у нас в горшке расти посмотрим зажигаю огни и наслаждаюсь конечно сейчас сказочное время и вот даже свет от елки отражается в паркете и даже это приятно и радует застелила стол получилось у меня такая какая-то наслоенности знаете немного в таком деревенском стиле но почему-то мне это очень понравилось она она придает такой очень уютную такую атмосферу вот эта наслоенность пусть пока до нового года по по будет так а вот в сам праздник я по-другому накрою стол конечно потому что здесь и скатерть это моя старая скатерть новогодняя я ее стилю исключительно на этот праздник новый год рождество она мне очень нравится такая вот она в клеточку немного с люрексом красная она очень красная клетка но она очень сдержанная чудесная и вот еще плюс туда эти коврики я плюс сюда еще это дорожку посередине и получилось такое что-то оно мне понравилось очень в комнате так стало тепло уютно и хочется прям вот за этим столом сидеть с чашкой чая или кофе и вот свечи горят и столько всяких вкусностей на праздник мы успели подготовиться до карантина до того как все закрылось у нас куплены все подарки в принципе все есть за исключением каких-то продуктов которые прям вот нужно перед праздником покупать и поднос я не стала ничего особо выдумывать хотя очень такая у меня задумка была прям что-то такое придумать интересное даже отдельное видео снять ну как-то потом у меня порох в пороховницах закончился возможно это связано с тем что мы активно готовились вот к тому что у нас будет карантин покупали подарки старались все успеть поэтому мне видео так задержалась в этот раз и вот просто поставила поднос этот и киевский посередине стола и вот свечка елочка которую я покупала это вас очка с конфетами просто бросила шишки которые мы когда-то привезли с юга веточка в общем вот так просто такая легкая импровизация и импровизация но получилось по моему неплохо во всяком случае очень хочется все время за этот стол сесть и приятно проводить вечера можно с книжкой и конечно музыка музыка это все в этом году это стало отдушиной стало таким про мне жизнь без музыки играю часто готовлю для вас небольшие сюрпризы перед новым годом будет поздравление у меня музыкальная в общем у меня это отдушина вазочку конечно можно насыпать все что угодно любой конфеты орешки снимаю для вас а тут рядом моя патрикеевна спит лапы свесила в игрушках зарылась эти игрушки еще покупались для шела но они как-то и не пришлись по душе а вот ася их полюбила друзья я вас всех обнимаю поздравляю с наступающими праздниками скоро увидимся с вами желаю всем счастья и до новых встреч на моем канале друзья напоминаю что у меня есть второй канал на котором вы найдете красивые уютные видеоролики об эстетике в повседневной жизни чтобы попасть на мой второй канал зайдите на главную страницу канала julia's life notes на котором вы сейчас находитесь и в шапке профиля увидите ссылки на мой инстаграм и на второй канал кликайте на ссылку и все назад пути нет подписывайтесь и нажимайте на колокольчик чтобы вовремя получать уведомления о новых видео насчет назад пути нет я конечно пошутила но буду рада если вам понравится и вы останетесь также ссылку на второй канал я всегда оставляю в описании и в конце каждого видео